Беларусь глазами иностранцев, медали войнам афганцам, страшная авария под дозой и завершение работы аналогового телевидения. Здравствуйте! Вы смотрите события недели на телеканале Гродно Плюс. Студия Галина Давыдик. Кружки и секции с использованием современных подходов о развитии дополнительного образования говорили вчера в Гродницком дворце творчества детей и молодежи. На подведение итогов республиканской недели по дополнительному образованию приехал заместитель министра образования Беларуси Виктор Ягжик и делегация из России. Наши страны планируют наладить в этой сфере непосредственный контакт. Все подробности у Юлии Косила. По статистике каждый третий школьник страны посещает кружок или секцию. Плавание, танцы, музыка, интеллектуальные игры. Здесь у ребят выбор огромный. Во время республиканской недели дополнительного образования, итоги которые подводят в Гродно, речь шла о развитии и улучшении качества обучения. По этому поводу наш город посетил заместитель министра образования Виктор Ягжик. Дополнительное образование гармонично вошло в жизнь школьника. Однако 21 век диктует новые условия его развития. Это инновации и современные технологии. С учебного года 20 объединений по IT-технологиям и лего-конструированию будут открыты в регионах. Это направление, новое направление, будет дан старт. И я думаю, что с каждым годом количество таких объединений по интересам будет увеличиваться. Особая, я считаю, миссия это в образовательно-туристической деятельности. Очень хорошо, что существуют такие объединения по интересам, потому что по статистике наибольшее количество детей, находящихся в социально опасном положении, имеющих какие-то правонарушения, приходят в кружки туризма и, скажем так, снимаются с учета. Во Дворце творчества детей и молодежи, где проходила встреча, можно было увидеть, что интересует самую прогрессивную молодежь области. Детские мечты о космосе воплотились в выставки работ лабораторий ракетокосмического моделирования, где ракеты делают даже из пластиковых бутылок. Также были представлены технические находки ребят со всей страны. Среди необычных изобретений можно было увидеть водный велосипед. Огромный интерес вызвала экспозиция роботов, которые собирают дети в лаборатории робототехники в Минске. Однако дополнительному образованию Беларуси еще есть куда развиваться, например, в рамках союзного государства с Россией. Гости из страны-соседки также приехали в Гродно и поделились планами сотрудничества с нашей страной. Сегодня будет подписано положение о координационном совете Российской Федерации и Республике Беларусь в области дополнительного образования. Это же, конечно, обмен педагогами, это обмен руководителями, это обмен, самое главное, программами, развивающими программами. Ведь система дополнительного образования, это жизненный поиск, она дает человеку найти себя в жизни, понять свой выбор. И, конечно же, для ребенка и для подростка очень важно жить и находиться в этой системе. В нашем городе дети также могут найти себе занятия по душе. Например, во Дворце творчества детей и молодежи занимаются около 3,5 тысяч ребят. А выбор направлений тут очень большой. От спортивных секций до экологических проектов. Сегодня очень популярно такое направление, как возрождение белорусской национальной культуры. У нас работает хороший рицарский клуб. Мы можем говорить о экологических проектах, которые изучают наши учащиеся, скажем, природа нашего Калужского парка. Если говорить о спортивном направлении, то здесь мы очень рады мастерам спорта, которые получили в этом году наши ребята по итогам учебного года. Были участники Славянского базара в этом году, завоевали два гран-при. Благодаря дополнительному образованию ребенок развивается и находит себе любимое хобби. Конечно, учитывая современные реалии, нужно использовать инновационные технологии и забыть о многих старых методах обучения. Но при этом помнить о сохранении традиций и воспитании у детей уважения к прошлому в нашей стране. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Открыть для себя Беларусь. Делегация польских журналистов, среди которых 17 руководителей радио, в четверг целый день посвятила знакомству с Гродно. Культурная столица Беларуси впечатлила гостей. Они совершенно не так представляли себе города нашей страны. Представители электронных СМИ Польши побывали в гродницких храмах, посетили замки, прогулялись по историческому центру и оценили развитие белорусского агротуризма. Все подробности у Евгении Филипповой. Гродно во время однодневной экскурсии посетили руководители радиостанции Республики Польша. Более 50 представителей польских СМИ приехали в областной центр, чтобы развеять сложившиеся стереотипы и узнать как можно больше о стране с древней историей, богатой культурой и первозданной природой. Многие знают ее лишь по описаниям средств массовой информации, а это не всегда так. Когда я их спросил, что это есть для вас в Беларусь, то они не могли мне сказать нормально. Они сказали, ну, это примитивная держава. Это фольклор, это спе, больше ничего они не могли сказать. Первое, что сегодня я почуял, когда мы уехали в Беларусь, почуял такое слово. Мы, а шарашаны. Это не то, что мы думали. Это очень интересная держава. Откуда это все? Какие дамы прихорцы? А у нас таких не было. И они сядут на охрану, глядают и спрашивают, откуда люди имеют гроши? То, что бедная краина нам сдавалась, что люди так прихорцы, дети, а так усидают ароматованные. Я думаю, что мета, которую я перед собой поставил, чтобы они побачили, а потом рассказали своим слухачам в Польше, будет реализована. Стоит отметить, что областной центр приятно удивил гостей из Польши. Ноги руководители польских радиостанций впервые посетили Гродно. Город над Неманом очаровал их своей красотой и современным европейским видом. Поляки видят большие перспективы сотрудничества двух соседних государств. У меня очень хорошее впечатление о вашем городе. В первую очередь поразило чистота и порядок. Что касается международных отношений, то здесь необходим обмен опытом между Белоруссией и Польшей. Необходимо, чтобы поляки и белорусы имели свободный доступ друг к другу. Должен быть своеобразный мост между нашими народами во всех сферах, от сельского хозяйства до экономики и культурных связей. Между Белоруссией и Польшей есть большие возможности по развитию и реализации совместных бизнес-проектов. Одни производят, другие продают. У многих моих знакомых, у которых имеются свои фирмы в Польше, налаженные отношения с белорусскими партнерами. И я считаю, что именно так и должно быть. Посетив главные достопримечательности областного центра, познакомившись с культурой современных гродненцев, поляки покинули город над Неманом с мыслью, что сотрудничество между польскими и белорусскими инвесторами должно и будет развиваться. Евгения Филипова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Протекающая крыша, ремонт актового зала, плохой тротуар, некрасивые тропинки на газоне. Такие проблемы озвучивали жильцы, относящиеся к ЖЭСу номер 22. Председатель Гродненского городского совета депутатов Анатолий Никитин провел выездной прием граждан по личным вопросам. 22-й ЖЭС был выбран не случайно. Именно этот избирательный участок на выборах голосовал за Анатолия Никитина. О вопросах и их решении в следующем сюжете. Проблемы есть в каждом городском дворе, и зачастую их обсуждение становится основной темой для разговоров между соседями. Чтобы разрешить многие проблемы жителей Фолюша, председатель Городского совета депутатов Анатолий Никитин ответил на их вопросы во время приема в ЖЭСе номер 22. Депутаты уже знакомы со многими трудностями микрорайона, однако жильцы пополнили этот список и рассказали о самом наболевшем. Ну у нас являлись старшие подъезды. Так получилось, что вопросы не только с подъезда, а со всего дома стыкаются ко мне. Ну и первый самый такой глобальный вопрос. У нас проблема с тем, что уже осень, а у нас должна крыша, по-моему, перекрываться. Это какой дом? 194-й дом. Ну вот он есть, да? Да. Ну так вот, люди меня теребят. Жильцов района беспокоит скорый приход сезона дождей, ведь во многих домах не заделаны стены, а дождь и холод проникают в квартиры. Также горожане жаловались на то, что приходится долго сливать воду, пока она станет горячей, а ведь счетчики в это время на месте не стоят. Анатолий Никитин пообещал по возможности решить все вопросы и выделить дополнительное финансирование для ЖЭСов. В настоящее время мы рассматриваем первую проблему – это ремонт крыш. Два дома – это дом 194-й, 210-й, включены в титул ремонта этого года. Ну, по причине отсутствия денег он немножко задерживается. Поэтому я побеседовал с жителями этого дома, убедил их и сделаю все, чтобы до конца года титул был выполнен и крыши были отремонтированы. Второе – благоустройство. Жизнь подсказала новые дорожки, новые подходы к автобусным, троллейбусным остановкам. Поэтому мы спланировали оказать содействие в вложении или прокладе новых дорожек к этим объектам. Пешеходные дорожки в некоторых дворах оставляют желать лучшего, а протоптанные тропинки в дождливую погоду становятся небезопасными. Также на Фолюше не хватает парковочных мест, поэтому планируется сделать дополнительную парковку для 100-150 машин. Со своей стороны в ЖЭСе номер 22 поделились планами своей культурной программы. Ведь именно здесь работает КТОС, который становился лучшим в городе на протяжении последних нескольких лет. У нас есть школы подшефные, 20-я и 3-я гимназия. Мы планируем с ними, с этими школами, чтобы они нам концерт приготовили. Мы соберем мам, ветеранов труда, бабушек, мам. И плюс еще мы собираемся собрать, вот у нас мы провели конкурс, лучший подъезд, лучший двор многоэтажки, лучший балкон. Мы пригласим женщин и вот им будем вручать грамоты, дипломы. И вот детки их тоже поздравят концертом и накроем им столы. Здесь работает клуб общения, куда приходят не только обычные жители, но и ветераны. Однако актовый зал, где проходят встречи, давно не ремонтировался, а сидения неудобны для пожилых людей. В справедливости этих слов Анатолий Никитин убедился на месте и пообещал решить проблемы. Хоть реализовать все планы в одночасье не получится, но председатель горсовета заверил, что это лишь вопрос времени. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Четверть века назад символическим переходом через пограничный мост Термес, командующим 40-й армией генералом Борисом Громовым, был окончательно завершен вывод советских войск из Афганистана. Около 30 тысяч граждан Беларуси прошли через боевые действия в этой азиатской стране. Из них 1323 гродненца. Сегодня в городском исполнительном комитете состоялось торжественное вручение медалей в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане. Награды получили близкие родственники военнослужащих, погибших в той войне. Мэр областного центра Мячеслав Гой высказал слова признательности и уважения всем собравшимся. По-разному трактуется сегодня эта война, но солдаты, которые воевали там, они всегда были преданы своему солдатскому долгу и оценивались всегда их поступки отваги, силы и человеческого духа. В Афганистане советские войска проявили храбрость и самоотверженность в борьбе с международным терроризмом и стали примером честного выполнения воинского долга. А в среду руководство администрации Октябрьского района также наградило юбилейными медалями тех, чьи судьбы навсегда изменила афганская война. Сегодня в Октябрьском районе нашего города состоялось торжественное собрание воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боевых действиях. Им вручили медали в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане. Соответствующий указ о награждении был подписан президентом Республики Беларусь. Глава администрации Октябрьского района Анатолий Бубин поблагодарил этих мужественных людей за то, что они с честью выполнили свой воинский долг, а сегодня активно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи. Он отметил, что государство делает всё возможное для того, чтобы оказать семьям ветеранов войны в Афганистане всяческую поддержку. Сегодня мы показываем, что и президент, и республика помнит и выражает слова признательности тем людям, которые прошли этот афганский путь, эту нелёгкую дорогу через Афганистан. Подвиг не забыт, и то, что они прошли, достойно уважения. И это является большим примером для новых поколений. Напомним, в текущем году исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Около 30 тысяч граждан Беларуси прошли через горнило этой войны. Более 3,5 тысяч из них – уроженцы Гроденщины. Выполняя приказ Родины, они не раз смотрели смерти в глаза, шли в атаку. Проявляли храбрость и самоотверженность в борьбе с международным терроризмом. Об их мужестве и стойкости красноречиво говорят «Боевые награды». Всё нормально, светит солнце, над горой встаёт туман. Знаешь, мама, здесь не страшно, просто здесь Афганистан. Евгения Филиппова, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Сегодня Белорусская республиканская пионерская организация отмечает день рождения. В нашем городе её традиции также продолжают развиваться. Накануне у памятника воинам-пограничникам ученики из 22 школ Октябрьского района почтили память погибших. Также были подведены итоги прошлого учебного года. Наиболее активные школьники получили грамоты и подарки. А лучшие четвероклассники обрели право носить пионерский галстук. Репортаж Евгении Филиповой. Разноцветные шары, многочисленные улыбки и яркие пионерские галстуки в Гродно поздравили школьников с Днём пионерии. Накануне праздничной даты возле памятника воинам-пограничникам состоялась торжественная линейка, посвященная Дню рождения Белорусской республиканской пионерской организации. Наша сегодняшняя линейка – это стартовое мероприятие в работе Октябрьской пионерской организации. В прошлом году мы работали по программе «С памятью в сердце в будущее», так как прошлый год был годом освобождения Белоруссии, юбилейной датой 70-летней. Ну а в этом году мы планируем работать по программе «Гостеприим на двери распахнём», в 70-ю победную весну войдём, потому что заканчивается год гостеприимства, а следующий год у нас будет годом победы советского народа в Великой Отечественной войне. Особо значимым этот день стал для лидеров и активистов пионерского движения, лучших педагогов-организаторов и самых ответственных пионерских дружин. Отличительной чертой деятельности пионеров всегда были добрые дела. Этих же принципов придерживаются и ребята Октябрьского района. Каждая пионерская дружина выбирает свой способ быть нужным и полезным в делах своей школы или гимназии, города или области. В день рождения приятно не только получать подарки, но и дарить. В честь праздника были подведены итоги прошлого учебного года. А лучшие представители пионерского движения получили памятные подарки и сувениры. Мы стали активнее в школе участвовать на разных мероприятиях. Много детей уже принимали в пионеров, в Октябрят. Ну и нам как бы это нравится очень участвовать в таких мероприятиях. Мы очень рады, что нас выбрали знаменной дружиной. Это гордость для нас. Мы очень рады. По традиции к мемориалу возложили цветы. Память о погибших в годы войны почтили минутой молчания. После чего школьники пообещали заботиться о своей родине, а в будущем трудиться на благо страны. Ребятам в торжественной обстановке повязали пионерские галстуки. Вместе с ними разделить радость праздника пришли почётные гости. Я особенно вам признателен и благодарен, дорогие ребята, за ваши большие прекрасные дела. Пионер – это всегда первый. И мы, пумиллионные сединенные ветераны, выражаем уверенность, что вы будете активно принимать участие в общественной жизни на благо нашего города, нашей области. Будете гордиться своей школой. Но и не настоящими, высококультурными, порядочными патриотами нашей Родины. В планах пионерских дружин и дальше принимать активное участие во всех мероприятиях как районного, так и областного уровня, чтобы в будущем радовать нас новыми результатами и достижениями. Евгения Филипова, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Кузнец, ткачиха, девушка и волк, болотная нечисть. В такие исконно славянские образы превратились обычные деревья. Под Гродно завершился четвертый международный пленэр резчиков по дереву. 12 участников из Белоруссии, Литвы и Латвии на протяжении 10 дней создавали скульптуры на тему возрождения и сохранения культурно-исторического наследия. Все работы планируется выставить возле строящегося на улице Реймонта Центра культуры. Репортаж Аллы Вначко. Улицу Реймонта в Гродно вскоре украсит деревянные скульптуры. 10 дней участники четвертого международного пленэра из Белоруссии, Литвы, Латвии превращали бревна в произведения искусств. Ткачиха, кузнец, бондарь – скульптуры народных мастеров завершены и вскоре появятся в городе. Этот пленэр у нас проходил в рамках международно-трансконечного сотрудничества Литва, Латвия, Белоруссии. И именно по проекту «Возрождение и сохранение историко-культурного наследия города Гродно и города Долгопилса». Три года назад, когда я стала писать этот проект, и уже заранее мы знали, что мы хотим и что думаем, потому что территорию на Реймонта нужно благоустроить. 12 человек из трех стран трудились на протяжении 10 дней. Некоторым участникам довелось работать с тонким деревом. В толстое бревно вписать фигуру проще, признается Ирина, участница пленэра. Но задуманное удалось. Получилась высокая стройная ткачиха. Скульптор из Латвии соорудил черта. Воятель с длинной палкой за ухом и отросшей бородкой и сам смахивает на этот сказочный персонаж. За образ сатаны уже дважды предлагали мастеру деньги. Старый черт с утулой, с небрежной щетиной, в пиджаке с договором в руках, мечтает заключить сделку. В детских сказках фигурует образ черта, который всегда, когда его встречает кто-то, путешественник или кто-то другой, он всегда ему нравится договор заключить. Памятные подарки и дипломы участникам пленэра вручила заместитель председателя Гродненского горосполкома Зоя Кулеша. Она подчеркнула, что подобные мероприятия сближают в страны. Скульптура самого юного участника пленэра, на которой изображена девушка-волк и обитатели водоема, ей приглянулась особенно. Мне понравилась, действительно, аллегория. Понравилась задумка по сути автора, действительно, когда не важно лицо, важно содержание. Понравилась работа наших белорусских мастеров. Вот и женская работа от Качехи, очень, даже с практическим применением, весьма удачно и, на мой взгляд, трудоемко, но результат достоин. Вскоре работы участников 4-го международного пленэра отправятся на улицу Реймонта. По задумке организаторов, это будет своего рода небольшой центр ремесел. Скульптуры мастером народного промысла – это маленький акцент жителям города на историческое наследие Беларуси, на то, что нам нельзя утратить. Алла Внучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Далее в нашей программе. Страшная авария на улице Белуша. Водитель в неадекватном состоянии сбил на остановке двух женщин. Не ездишь сам, не мешай другим. Принудительная эвакуация автохлама проходит в Гродно. Глина и песок по-прежнему разносятся по всему городу со строек. В рейде по строительным объектам наша съемочная группа вместе с сотрудниками санстанции оценила масштаб проблемы. Аналоговое телевидение осталось в прошлом. В среду Гродно перешел на цифру. Единственная маме на свете. Первый городской конкурс на лучшую песню о матери прошел в областном центре. Выходные на любой вкус. Под Гродно отметили день лошади, а в самом городе маневрировали на скорость. Страшная авария потрясла город на этой неделе. На перекрестке улиц Белуша и Лицкое произошло ДТП, унесшее жизнь женщины. За рулем находился 18-летний парень. Начинающий водитель не справился с управлением. Автомобиль вынесло на тротуар, он сбил прохожих и вылетел через забор на парковку. Парень находился под воздействием психотропных веществ. На месте аварии побывала Юлия Косила. Казалось бы, в обычное утро вторника ничего не предвещало беды. Однако в 6-10 утра в результате наезда в Гродно погибла женщина. И еще одна с травмами сейчас находится в больнице. События развивались стремительно. На улице Лицкой автомобиль СИАД потерял управление, оставляя на пути отметины своего смертельного маршрута. Предварительно будем говорить о том, что молодой юноша, 95-го года рождения, который буквально два месяца назад получил водительское удостоверение на автомашине СИАД Ибица, двигался по улице Лицкой в сторону Белуша. И, доезжая до улицы Белуша, заскочил на левый тротуар, едва не снес припаркованную автомашину БМВ, также павильон, после чего пересек проезжую часть улицы Белуша и сбил двух женщин. Одна на месте происшествия погибла, которой было 48 лет, вторая была доставлена в больницу с переломом. Автомобиль на большой скорости выехал на остановку. Его не сдержали даже металлические опоры и забор. Смяв два пролета ограждения, машина с уже оторванными передними колесами остановилась на охраняемой стоянке. Как утверждают очевидцы ДТП, водитель попытался убежать с места аварии. Однако стоящие неподалеку мужчины поймали его и удержали до приезда ГАИ. Автомобиль наехал на двух женщин, которые просто стояли на остановке и ждали автобус. Одну из них спасти не удалось. В то же время водитель отделался лишь парой синяков и ссадин. К слову, парень во время задержания находился в неадекватном состоянии и даже не смог назвать свое имя и возраст. В здании ГАИ он сел на пол, ухмылялся и произносил непонятные звуки. Правоохранители предполагают, что парень находился под воздействием наркотиков, возможно, даже спайса. Как тебя зовут? В здании госавтоинспекции водитель вел себя неадекватно, плевался, не мог что-то внятное сказать. Предварительно мы будем говорить о том, что он находился в состоянии опьянения. Какого укажет дальнейшая проверка? Возможно, это будет наркотическое опьянение. По данному факту будет проводиться дальнейшая проверка, возбуждено уголовное дело. Единственное, что мы можем сказать, что ничего не предвещало беды, человека не вернешь. Вот из-за таких вот, как этот молодой, если можно так сказать, человек, гибнут ни в чем не повинные люди. Под дурманом парень совершил непоправимое. И сейчас его ждет наказание. Срок заключения может достичь пяти лет. Авария на улице Лицкая стала еще одним смертельным подтверждением того, что мимолетное и довольно сомнительное наслаждение от наркотиков не стоит их страшных последствий. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Управление Следственного комитета Беларуси по Гродницкой области возбудило уголовное дело по факту ДТП. Санкция статьи для водителя предусматривает лишение свободы вплоть до семи лет. Установлено, что ранее подозреваемый не привлекался к уголовной и административной ответственности. Он не работает и не учится, уклоняется от призыва на службу в армию. Удостоверение на право вождения получил менее двух месяцев назад. Подозреваемый после аварии был помещен в больницу, откуда в тот же день попытался сбежать. Он выпрыгнул в окно, переплыл в Неман. Только в лесопарке Пышки правоохранителям удалось его словить. Друзья задержанного характеризуют парня как обычного и нормального. Не верят, что он употреблял наркотики. Однако на интернет-странице молодого человека пользователи продолжают оставлять множество гневных комментариев. Позабытые, позаброшенные, со спущенными колесами, выбитыми стеклами и отсутствующими запчастями под капотом. На них никто не ездит, да и вряд ли кто-то собирается ремонтировать. Такие автомобили, которым больше подходит наименование «Автохлам», уже прочно вписались в городской энсамбль и годами украшают своим унынием не один жилой двор. Однако уже раб Октябрьского района не намерен с этим мириться. В среду состоялась очередная эвакуация автохлама. За происходящими событиями следила Алла Внучко. Сегодня на три парковочных места в Гродно стало больше. Тройка неиспользуемых по назначению автомобилей в принудительном порядке была эвакуирована на охраняемую стоянку. За три года только в Октябрьском районе предписание получило около 600 владельцев авто. Пятая часть из них железный хлам убрали сами, без лишних слов. Примерно 100 неисправных машин сотрудники ЖРЭПа эвакуировали, 30 из которых впоследствии были утилизированы. Парковка во дворах – больная тема. Возле жилых домов всегда не хватает мест. Стоящее месяцами без движения транспортное средство еще больше усугубляет ситуацию. Если автомобиль стоит на спущенных колесах, повреждены элементы кузова, отсутствуют зеркала заднего вида, разбитые стекла, ну и некоторые другие неисправности, вот это служит причиной для проведения принудительной эвакуации. Принудительно эвакуировать могут все без исключения транспортные средства. Машины, прицепы, лафеты. Все, что месяцами не эксплуатируется, мешает и раздражает, попадает в зону пристального внимания сотрудников ЖРЭПа. На охраняемой стоянке отведен целый ряд для такого транспорта. Новое парковочное место стоит 11 тысяч в сутки. Но все не так просто. Чтобы вернуть авто, понадобятся определенные документы. По предоставлению городсполкома рекомендательного разрешительного письма, дающего нам право на выдачу, мы не имеем права выдавать этот транспортный средство. Будет такое письмо, пожалуйста, расчет стоянки, за сколько суток оно простояло, и, пожалуйста, хозяин может забирать свое средство. Примерно 250 тысяч белорусских рублей стоят услуги эвакуатора. Работа по расчистке парковочных мест в городе ведется ежедневно. На очереди новые адреса. Алла Внучко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Надеемся, что автохлама на улицах города не станет больше, ведь в Беларуси вновь подорожало автомобильное топливо. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через АЗС, увеличились в среднем на 4,1%. На сегодняшний день стоимость одного литра дизельного топлива К4 составляет 10 950 рублей. Бензина АИ-95К5 – 10 850 рублей. АИ-92К5 – 10 100. Нынешнее подорожание автомобильного топлива – третье в этом году. Последнее повышение розничных отпускных цен на нефтепродукты произошло 19 августа и составило в среднем 4,3%. Песок на дорогах от крупногабаритной техники сегодня замечают многие. Особенно проблема актуальна для молодых микрорайонов, где постоянно ведется строительство. Хоть предприятия и обязаны устанавливать моющие установки для колес, далеко не все следуют этому требованию. Наша съемочная группа побывала в рейде с инспекторами Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Как идет борьба за чистоту? Смотрите в следующем сюжете. Наверняка каждого гродненца хоть однажды возмущала грязь и глина на улицах города, которая остается после проезда строительного транспорта. С этой проблемой Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии борется уже не первый год. Однако результаты все еще далеки от идеала. Вся грязь должна оставаться за воротами строительного объекта. Однако выезжающая с площадок техника неизменно оставляет за собой четкий след. Неправильное санитарное содержание стройплощадки и прилегающих к ней территорий является нарушением благоустройства города. Специалистами центра проводится систематический мониторинг санитарного содержания территорий строительных площадок в том числе. За истекший период года проведено обследование. Порядка 250 обследований строительных площадок. На каждой второй строительной площадке выявлены были нарушения. Мы находимся на территории, прилегающей к строительной площадке обл. сельстроя. Подъездной путь к строительной площадке замусорен песком. На данном объекте отсутствует мойка, площадка для очистки колес автотранспортных средств. И это одна из немногих площадок, где были обнаружены нарушения. Всего за этот год уже оштрафовано более 50 должностных лиц. А общая сумма штрафов составила около 48 миллионов рублей. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками санстанции побывала на нескольких строительных объектах города. И везде нас уверяли, что очистка колес временно не проводится из-за поломки оборудования или же доказывали, что у них все в рабочем состоянии, просто временно не используется. Ответственные за содержание прилегающих к стройке территории будут вызваны в зональный центр для разъяснения ситуации. На каждую стройплощадку разрабатывается проект организации строительных работ. Согласно этому проекту, на каждом строительном объекте должны быть оборудованы площадки для очистки либо мойки колес при выезде со стройплощадок. Поэтому нарушения, хотелось бы, чтобы их не было, но они имеют место быть при начале строительных работ. Колеса строительного транспорта очищают от грязи далеко не везде, наверняка считая это пустой тратой денег и времени. Однако за такое халатное отношение предусмотрена ответственность, ведь гроднинцы должны ходить по чистым улицам города. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. В четверг в областном центре прекратило работу аналоговое телевидение. Эфирное вещание коснулось таких телевизионных программ, как «Беларусь-2», «СТВ», «ОНТ», «НТВ Беларусь» и «Мир», которые транслируют в дециметровом диапазоне радиотелевизионная передающая станция города Гродно, а также каналов «Беларусь-2» и «ОНТ», принимаемых от РТП «Геранёны» и «Вивского района». Что касается абонентов сетей коллективного приема, их никакие изменения не коснутся. С 2010 года в городе действует единая сеть кабельного телевидения, которая обеспечивает вещанием более 100 тысяч абонентов. Это 99,5% общественного жилого фонда. Правда, вот жители частного сектора с проблемами все же столкнутся. Для приема всех программ социального пакета в цифровом формате необходим современный телевизор со встроенным тюнером. Если заменить старую технику нет возможности, то можно ограничиться приобретением телевизионной цифровой приставки. А если в доме несколько телевизоров, то такое оборудование необходимо будет для каждого приемника. По этой сети трансляция с прекращением эфирного телевизионного вещания не поменяется, потому что мы преобразуем цифровые сигналы в аналоговые, и все владельцы аналоговых телевизоров не заметят изменений. В первую очередь, конечно, эти изменения по трансляции коснутся жителей частного сектора в городе и пригородов, и сельских жителей. Тех, которые принимают сигналы закрыта. Эти телезрители смогут принимать в цифровом формате телевизион. Для этого им нужно купить приставку или приобрести новый цифровой телевизор. Теплые слова любви и благодарности – единственные маме на свете. В Гродно впервые прошел конкурс песни о самом близком для каждого человека – матери. Его инициатором выступил городской совет женщин. Участие могли принимать люди различных возрастов. Песни исполнялись как авторские, так и популярные. Кто стал победителем конкурса и продолжит свое выступление уже на областном этапе, расскажет Юлия Косила. Мама. Таким простым словом, созвучным слепетом малыша, мы называем самого важного человека в жизни. Именно ей сегодня были посвящены все песни на первом городском конкурсе, в котором выбирались лучшие песни о маме. Провести такое мероприятие предложил городской совет женщин. И хоть конкурс прошел впервые, он вызвал немалый ажиотаж. Сразиться за прохождение на областной, а затем на республиканский этап конкурса решили более 20 участников. Конкурс проводится впервые. Это один из этапов конкурса. Впереди еще областной этап конкурса и республиканский этап конкурса. Зарегистрировано у нас 22 участника. Три группы вокальных, авторская песня и солисты. Регистрация начиналась еще в мае месяце. Мы разослали во все учреждения образования приглашение принять участие в конкурсе. И не ограничивали ни возраст, ни пол. В общем, все было абсолютно демократично. Конкурс стал особенным. Ведь каждый из участников попытался вложить всю душу в песню. За кулисами они повторяли свои номера и дорабатывали последние штрихи. Потому что каждый хотел спеть о своей маме по-особенному. На конкурсе не сражались за первое место. Здесь шла борьба за слезу умиления у зрителей. Ведь самая искренняя любовь именно к маме. Это ангел, который оберегает при жизни. Самый близкий человек для меня. Самая красивая, любимая, нежная, самая лучшая мама. Мама – это тот человек, который всегда тебя поддержит, в трудную минуту всегда выручит из беды, всегда поможет, поддержит в горе и в радости, обнимет, поцелует. Мама всегда тебя очень любит. В каждой номинации были выбраны лучшие номера. С авторской песней выиграла Карина Филютич. Лучшей вокальной группой стали девочки из гимназии номер 10. Победителями среди вокалистов стали Диана Федотова, Татьяна Виноградова и Анастасия Копыцкая. Однако проигравших в этом конкурсе не было, потому что каждый из участников с помощью песни признался своей маме в любви. Мама, я тебя очень сильно люблю, тебя обожаю. Мамочка, я тебя всегда любила, живи долго. Юлия Косила, Сергей Печериса, Новости Гродно+. 21 участник продемонстрировал навыки вождения на площадке ГАИ в Панемуни. Скоростное маневрирование в этом году прошло не только для автомобилистов-любителей, но и для профессионалов. Кроме гонок, зрителей одарили подарками и показали дрифт-шоу. За зрелищными заездами следила наша съемочная группа. Там, где в обычные дни учатся ездить курсанты, в эти выходные рулить учились опытные водители. Казалось бы, ничего необычного. Машина, дорога, размеченные полосы, если бы не одно «но». На вираже в 180 градусов справиться с ревущим автомобилем под силу не каждому. Люди немножко хочется рассказать о правилах наших сегодняшних соревнований. Любовь к автоспорту для Виктора – это и хобби, и жизненная необходимость. Семья, работа, представить себя без машины молодому человеку уже сложно. Однако, если гонять по обычным дорогам не позволяет ни закон, ни здравый смысл, то на этой трассе нет никаких скоростных ограничений. Душа всегда лежала к автоспорту. Это, наверное, самый доступный вариант попробовать свои силы. Для того, чтобы поездить, посмотреть, как машина себя ведет, свое мастерство проверить. Это лучше, чем просто по улицам гонять. Как минимум, оно помогает выплеснуть адреналин, посмотреть, как едет машина, проверить себя. И потом, зная, как машина идет на трассе, будешь аккуратнее в городе, не будешь делать необдуманных каких-то маневров, поступков. Вообще, автослалом или иначе скоростное маневрирование – забава еще советской эпохи. В те годы профессионализм водителей на дорогах стимулировали не столько штрафами, сколько такими вот соревнованиями. Отсюда и правила – одна машина, три круга и всевозможные препятствия, точь-в-точь имитирующие самые проблемные ситуации на городских дорогах. Трасса будет одинаковая. Единственное, что профессионалы, у них немножко получше автомобили, и у них есть какие-то там больше опыта, например, больше регалий. Кто-то из них чемпион. Любители участвуют на своих рядовых обычных автомобилях, а профессионалы участвуют на таких немножко заряженных автомобилях, немножко подготовленных. Возможность совершенно легально полихачить привлекла многих. Кто-то отложил семейные дела, кто-то работу, а у кого-то гонки и есть – и семья, и работа, и стиль жизни. У Алексея за спиной десятки раллийных заездов и даже серебро чемпионата Европы. Нынешний Гродненский старт для него скорее показательное выступление. Но для настоящего гонщика победа всегда на первом месте. Люди, которые получают адреналин на данных мероприятиях, они не катаются на большой скорости. Они понимают, что на дорогах общего пользования есть люди, которые не умеют ехать так, как ты едешь. Ты едешь спокойно, а свой адреналин ты получаешь на закрытых трассах, автокросс, ралли. В данном мероприятии скорость, мощность автомобиля играет второстепенную роль. Здесь нет больших скоростных участков, длинных скоростных участков. Здесь, скажем так, умение управлять автомобилем, рулем, пользоваться ручником. То есть то, что необходимо человеку в обычной жизни. Пусть и с разными результатами, но все участники в этот раз добрались до финиша, пообещав, конечно, непременно вернуться. Ведь погонять на перегонки – это в крови у всех водителей, невзирая на возраст и количество лошадиных сил под капотом. Артем Новицкий, Максим Базиленко. Новости Гродно+. И еще одним ярким событием минувших выходных стал День лошади в агротуристическом комплексе под Коробчицами. Единственные в стране жеребцы фризы, фигурная езда в бречке, титулованные рысаки и виртуозные жаки. Ежегодный праздник традиционно приковал внимание гродницев различных возрастов. Провести уикенд хорошей кампании удалось и нашему корреспонденту Артему Новицкому. Испанские скакуны, очаровательные пони и покладистые тяжеловесы. День лошади прошел в агротуристическом комплексе Коробчицы под Гродно. Благодаря мастерству жакеев и грациозности лошадей, обычные для наездников прыжки с препятствиями превратились в необычное для зрителей представление. Три десятка самых породистых рысаков и всего неделя на подготовку. Начало осени в гроднинских конюшнях и вправду жаркая пора. День лошади у нас пока праздник, пусть и не календарный, но уж точно один из самых зрелищных. Человек вдвоем с этим прекрасным животным, значит, чему-то учится, чему-то удивляет и показывает какие-то саморезультаты и вообще красивое самозрелище. И лошадь – это вообще отдельная песня. Это очень нервно высокоорганизованное, так сказать, животное. Это большой друг. И те, кто ближе знакомится с лошадьми, он уже не может с ним расстаться. Это, так сказать, любовь на всю жизнь. Брещанин Юрий и его вороная Капитель вместе уже несколько лет. За это время были сотни прыжков и падений и десятки выигранных титулов. Потому-то друг без друга жакей и лошадь себя уже не представляют. Лошадь готовится, начиная с 3-4 лет, и планомерно поднимается планка. То есть высота, сложность, уровень соревнований повышается. То есть достаточно кропотливый труд и длительный. Лошадь, ну, на самом деле это партнер. Партнер, друг, как бы всегда с лошадью везде и во всем, как бы она помогает. То есть для меня это часть моей жизни. Вот. Поэтому и учился я, и образование получал. То есть всю жизнь, начиная с 5-го класса, связывал с лошадьми. Желающих поучаствовать в празднике, посвященном лошадям, было больше, чем количество мест на автомобильной парковке. Еще бы, ведь только здесь можно увидеть единственных в стране жеребцов-фризов и фигурную езду в запряженной бричке. Правда, чтобы подготовить любое из таких выступлений, нужен не один год тренировок. Чтобы по-настоящему быть другом, надо проводить с ней целый день. Постоянно с ней быть, гулять, кормить. Здесь красота, грация, даже само общение, то, что ты увидел, погладил, это эмоции незабываемые. Особенно для людей, которые живут в городе и не видят этого вообще, которые видели это на картинке. Тем не менее, праздник лошади в Коробчицах получился не столько спортивным, сколько семейным. Общая выездка, парад и конно-танцевальные номера на все выходные приковали внимание как детей, так и взрослых. Нынешние выходные обещают быть не менее насыщенными. Сегодня в лесопарковой зоне Пышки пройдет открытие лыжно-роллеровой трассы. А завтра до обеда автогонщики под девизом «Спортсмены за безопасность дорожного движения». На площадке в Панимуне покажут скоростное маневрирование. В этот же день после обеда у молодежного центра Гродно начнется праздник средневековой и этнической музыки. Вы смотрели события недели на телеканале Гродно+. Приятных выходных, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова